Музыка Класс! Максим задавал вопрос Какие конфликты Самые крупные Самые мощные конфликты Мы получили на этот вопрос Такое ответ, что самый крупный конфликт Это революция Поскольку если революция проходит То это не революция в какой-то одной стране А революции Совершаются во всем мире Пока новый Способ производства И новая общественная экономическая формация Не установится на всей земле Вот поэтому Все народы земли Проходят через эту революцию И все Проходят через этот конфликт Ну а революция Это конфликт классовый Поэтому речь идет о том Что вот классовый конфликт Это самый крупный конфликт Какой только может быть Соответственно Мы должны очень точно знать Что такое классы По своему определению Какую роль играет деление на классы На какой период Существуют классы И так далее Вот Что нужно сделать для того Чтобы классов не было Или когда они Эти классы отомрут Когда они исчезнут Когда они будут уничтожены Вот прежде всего Это вопрос о определении Первый вопрос такой А кто разработал теорию классов И классовой борьбы А, нет, нет, нет Французы Четные Наполеон Нет, неправда Французские буржуазные историки Вот Французские буржуазные историки Завод их Тьерри, Минье и Гизо Тьерри, Минье и Гизо А в связи с чем они разработали В связи с тем Что Оближалась во Франции Буржуазные революции И Прежний класс Помещичий Феодальный Чувствовал, что Его И время уходит И Поскольку время уходит А еще никто От привилегий От власти И от богатства Самостоятельно не отказывался Поэтому Идеологи Помещичьего класса Решили такой Нанести Упреждающий Теоретический удар А именно Что Управлять вообще могут Только Благородные Вот если Это благородные Графы Бароны И так далее И так далее Вот тогда Они могут Управлять А если это не Не Представители Помещичьего класса Они не могут Управлять Причем Объяснение было Тоже довольно таки Так Убедительное Потому что Представители Помещичьего класса Они образованы Они с самого начала Занимаются Науками Искусствами Готовятся К государственной Деятельности С молодых Ногтей Вот А в это время Дети Крестьян Чем занимаются? Ну вот Они занимаются Чем что Пасут коров Овец Пост И ведут Работы По хозяйству И поэтому Они Никакой другой И столь Высокой И столь Сложной Работы Выполнять Не могут Они к этому Не готовы Адьеримия Игизот Заказывали Что Управлять Могут Представители Любых Классов Что Нет Никакого Ограничения В том Чтобы Какой-то Класс Пришел К управлению Государством И вот Они С этой Целью Придумали Такую Классификацию Общества Деление Его На такие Большие Группы Которые Называются Классами А что Значит Классификация Это значит Надо иметь Дело Не Со всем Множеством Из того Что Классифицируется Большими Группами Объектов Которые Рассматриваются Классификация Классификация Была проведена Как известно В ботанике Все растения Классифицированы Есть растения Которые Относятся К деревням К деревьям Есть Такие Которые Относятся К травам Есть Хвойные Деревья А есть Деревья Листьяные Есть Корнеплоды А есть Бахчевые И так далее Есть Разные Виды Диких Цветов Есть Цветы Окультуренные Ну и так далее То есть Много 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 Существует Делений Таких Есть Такие Книги Определители Растений С которым вы можете гулять По лугам По садам По полям По лесам И определять Что вам встретилось В зависимости от того Какие у него Листья Какой стебель Какие корни Какие цветки Какие побеги И так далее То же самое Относится К классификации Животного мира То есть Есть Парнокопытные Есть Демноводные Есть Птицы И Скажем Когда Классифицируются Животные То Классифицируются Потому С помощью Каких органов Они Потребляют Пищу И защищаются От врагов Отсюда По зубам Классификация Хоть и говорят Что Дареному Коню Зубы Не смотрят Но это Можно Так Понимать Что Дареному Не смотрят А если Не дареный Коня Если Надо Его Покупать То Надо Посмотреть Зубы Если Зубы У него Плохие И Хороший Не получится Потому что Благодаря Зубам Конь Скормится А если Он Имеет Плохие Зубы Значит Он Заболеет И Не сможет Выполнить Необходимую Работу Соответственно Там У коров Это Рога И копыта Ну И так Далее То есть Есть Признак Бекатурам Делятся Разные Виды Животных Ну Вот А вот Как делить Людей Существует Много Всяких Подходов Вот Естественное Деление По возрасту Есть Дети Есть Подростки Есть Молодые Люди Потом Дрелого Возраста Пожилые Люди И так Далее Вот Это Возрастное Деление По полу Здесь Мужчины Есть Женщины По Цвету Глаз Есть Колубоглазые Черноглазые Есть Кореглазые Можно Всех Разделить Есть Возможность Разделить Всех Людей По цвету Волос Есть Блондинки Есть Шатенки Есть Брюнеты Можно Делить По Такому Можно По форме Носа Можно Делить По цвету Кожи Как вы Знаете На Рассы Делятся По цвету Кожи Есть Белая Раса Желтая Раса Красная Раса Черная Раса И так Далее Ну вот По какому Принципу Французские Бружуазные Историки Предложили Делить Людей Для Исследования Почему Потому что Людей Сколько Миллиарды Для того Чтобы Какую-то Научную Теорию Развивать Нужно Иметь Дело Не Со всеми Миллиардами А с Какими-то Их Большими Группами Вот Тогда Можно Изучать Человеческое Общество Иначе Совершенно Невозможно Если Будем Иметь Дело С Каждым Отдельным Сначала Надо Иметь Дело С Какой-то Большой Группой А потом Уже С Отдельными Индивидуумами Ну вот Как Вот Делить Людей На Классы По Делам Или По Словам Вот Депутатов Чаще Всего Избирают Сейчас По Словам Что Они Сказали Что Обещали Вот По Этому Принципу В зависимости От того Что Они Говорят Их Различают Людей Надо Делить По Их Обещаниям По Словам По Заявлениям Или По Делам Даже В В В Важнейшей Религиозной Книге В Библии Говорится Что По Делам Их Узнаете Их По Делам И Это Относится Не К Верующим Только Это Ко Всем Относится И И Вас Мы Узнаем По Делам Потому Как Вы Будете Сдавать Экзамен Узнаем Как Вы Изучили Курс Философии По Делам Не Потому Как Вы Слушаете Слушать Это Потребление Знаний А Вы Спроизводить Знания Приходится На Экзамене И Вот По Этому Принципу Можно Определять Кто Как Подготовился Кто Лучше Знает Кто Разобрался А Кто Не Разобрался Тем Что Людям Выгодно Вот То Что Им Выгодно То Они Добиваются Или То Что Они Думают Что Выгодно Им Ну А В основе Того Что Они Думают Что Им Выгодно И Лежат Действительные Выгоды То Можно Сказать Что Дела Людей Зависит От Их Экономических Интересов Вот Нам Поэтому Нужно Такую Категорию С вами Как Экономические Интересы Очень Хорошо Знать Потому Что Дело Не В том Что Люди Говорят Дело Не В том Что Они Заявляют Дело Не В том Что Они Рассказывают А Дело В том Что Им Выгодно Когда Говорят Об Экономических Интересах Имеют Ввиду Такую Характеристику Положения Людей Которые Показывают Что Им Этим Людям Объективно Выгодно И В какой Мере А Что Значит Выгодно Выгодно Значит Улучшает Положение Их Положение В системе Производственных Отношений А Что Значит Невыгодно Ухудшает Их Положение В системе Производственных Отношений Ну И В итоге Значит Можно Сказать Что Такой Экономический Интерес Это Такая Характеристика Положения Людей В системе Производственных Отношений Которые Показывают Что Им Объективно Выгодно В силу Их Положения Что Улучшает или ухудшает это положение, и в какой мере, в какой степени. Значит, это такая интересы экономические, это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно, что улучшает или ухудшает их положение, и в какой мере, в какой степени. Вот это очень важное определение, и это определение говорит не о том, что вы думаете, не о том, какие мысли броют в голове, не о том, что нравится, и не о том, на что направлено внимание, а это характеристика экономического бытия, вот что выгодно продавцу. Продавцу выгодно продать по дороге. А что выгодно покупателю? Купить подешевле. Поэтому, как только продавец выходит из своего ларька и идет к другому ларьку купить пирожок, он превращается, меняется его положение, он становится покупателем, он уже говорит, а что у вас такое дорогое? А когда он стоял в своем ларьке, ему говорят, а что у вас такое такое, иначе как мы будем жить? И так далее. Надо сказать, что вот по этому поводу в литературе имеется очень большая путаница. Дело в том, что есть еще одна категория интересов, которая находится совсем в другой науке. Вот то, что я вам назвал, называется экономическими интересами, а есть категория интересов к психологии. Вот я заинтересовался, что у вас в этой бутылке. Это что такое, что значит, что я заинтересовался? Это какой интерес, экономический или психологический? Психологический. То есть я заинтересовался, это значит, это привлекло мое внимание, не более того. Это концентрированная направленность внимания на удовлетворение каких-либо потребностей. Потом я посмотрел, а потом заинтересовался, что у вас там в стакане, похож на коньяк. Ну, поскольку вы засмеялись, я перестал интересоваться, и вы теперь интересуетесь, что вот в том стаканчике темном. Ну, это что-то темное там, непонятное, скрытное все-таки. Вот люди не прячут, а есть люди, которые прячут то, что они принесли и налили. Надо разбираться. Короче, что такое психологический интерес? Это просто концентрируем и направлюсь внимание на что-то. Я интересуюсь пением, чтением, рисованием, живописью и так далее. То есть на что я направляю свое внимание. Можно представить себе такую ситуацию, когда эти две категории имеют противоположный смысл. Когда вот мы говорим, что этот человек интересуется пьянством, хотя он в этом объективно не заинтересован, да? А внимание у него к этому привлечено. Или люди, которые интересуются курением, которые, они не заинтересованы в том, чтобы курить. Потому что всем известно, что от курения здоровье человека не улучшается, а ухудшается. Вот это деление очень важно, тем более, что одно время в нашей литературе широко, в советское время, разошлась книга чехловацкого ревизиониста Ирини Гата, члена ЦК КПЧ и директора Чехловацкой академии наук, Института экономики Чехловацкой академии наук Отошика. Отошик. Экономика, интересы и политика. Где он такую взял трактовку интересов, которые он применил к рассмотрению классов, а трактовка чисто такая психологическая, относящаяся скорее к психологии, чем к экономике. Дескать, вот у рабочего класса был интерес к классовой борьбе, а теперь он пропал. А потом снова вдруг возник интерес к классовой борьбе. Хотя по-русски правильнее сказать, что интересы в борьбе за то-то и то-то. Классы имеют интерес, там скажем, буржуазные классы имеют интерес в том, чтобы бороться за увеличение прибыли на вложенный капитал. Правильно? И так далее. Ну вот. Когда мы говорим о том, в чем люди заинтересованы, мы именно говорим не о сознании человека, а о его бытии. Вот в чем заинтересован студент, конфликтолог Института философии? Вы в чем заинтересованы, объективно? Я спрашиваю, ни о чем вы думаете, а в чем вы заинтересованы? Получить диплом. Получить. Не важно, знание, черт с ними, главное диплом получить, да? Стать хорошим специалистом. Хорошим специалистом, но диплом не получить. Специалист хороший, куда ни придется, ее не берут. Почему? Потому что диплом не получил. Она знает, что ее не возьмут без диплома никуда. Поэтому надо оба эти ответы совместить и сказать, что студент-конфликтолог заинтересован в том, чтобы стать специалистом и получить соответствующий документ. Документов специалистов теперь нам не дают. Хотя студенты по-прежнему в этом заинтересованы, но руководство Министерства образования решило, что слишком жирно они живут. Пусть 4 года учатся вместо специалиста пяти и получат вместо специалиста что? Бакалавр. Чем отличается Бакалавр? Тем, что Бакалавр не имеет права преподавать в УЗИ, идти в аспирантуру и в случае, если он находится на госслужбе, не иметь подчинение больше одного человека. То есть так же взяли и отрезали от специалиста то, что делали его специалистом. Ну, судя по тому, как дальше продолжалась работа нашего прекрасного министерства, можно посмотреть, сколько БУЗов за три года уничтожено. За три года уничтожена половина БУЗов России. Так что вам повезло. На такой ветве оказались. Нет, ну, может, БУЗы были не очень. А? Ну, может, БУЗы были не очень хорошими. Ну, вот наш университет выставил с такой инициативой, что у нас выпускные экзамены будут проводить не мы, профессора, а вот представители-работодатели. И начали искать, а кто это такие представители-работодатели для бакалавров, оказалось, директора школ и руководителей общественных объединений. Вот меня заведующий капитал спрашивает, у вас есть общественные объединения? Я говорю, есть. Дорегистрировано, зарегистрировано в 94-м году в фонд рабочей академии. Он содействует обучению рабочих. Можно ли его вписывать тоже в документы? Можно вписывать документы. Хотя реально, конечно, фонд рабочей академии, там, средств на то, чтобы кого-то нанимать из конфликтологов, не имеет и не будет. Вот такая картина. Ну, как известно, не учат людей, а они учатся. Поэтому и людей говорят, я учусь себя в университете. В университете-то вы в университете, в вузе-то в вузе, научитесь-то вы. Правильно? Каждый студент, каждая студентка учится сам, сама. Вот, поэтому никаких границ в том, чтобы обучиться хорошо, не существует. Правильно? Никаких границ. Поэтому, более того, никаких ограничений нет такого рода, чтобы вот вы взяли и не писали сейчас книгу или статью. Кто-нибудь пишет статью по конфликтологии? Есть такие? А вы что ждете, когда постареете, что ли? Статью, чтобы написать, что нужно делать? Надо продумать идею какую-то, да? На какую тему написать статью? То есть, проблему какую-то взять для изучения. Проблема быстро же не решается. Я же не говорю, что вы там раз-два и напишите статью. Но для того, чтобы как раз написать глубокую статью, нужно заранее взять тему и над ней думать. Где можно думать? Где угодно. Идете домой, идете сюда, гуляете по саду, мойте посуду, подметаете пол, а голова думает над темой этой статьи. А сейчас голова об этом не думает, и в пустую, как говорится, ест хлеб. Или чего ждут, товарищ конфликтологи, когда будет такой возраст, когда он будет солидный, постареет, тогда начнем думать про статью. Так? Ну, а книгу запрещено писать студентам, нет? Нет. Нет. Вы пишете книгу? Что, вам не с кем посоветоваться? Вот, пожалуйста. У вас были такие случаи? Вы пришли бы к какому-нибудь доценту или профессору вашей кафедры, леса. Со мной бы хотели посоветоваться по поводу того, как написать книгу. И вам бы отказали. Есть такие случаи? Нет. Значит, я всю вину возлагаю на кого? На бедных студентов, как всегда. Вроде как сами они и виноваты. Почему? Потому что, а кто самый, кто более заинтересован в обучении, получении хороших знаний? Преподаватели или студенты? Студенты. То есть, у нас не антагонистические противоречия. Студенты заинтересованы больше, преподаватели, в общем-то, меньше, потому что они не непосредственно, у них эти знания есть. Но они заинтересованы в том, чтобы их студенты достигли каких-то успехов в обучении. Правильно? Вот здесь такая здесь картина. Но поскольку студенты самые заинтересованы, то дело обучения – это прежде всего дело самих студентов. Ну и дальше мы с вами знаем, что в обучении, кроме того, что надо читать, надо еще думать. Вот у вас, допустим, есть час времени. Как вы его распределите? Сколько будете читать, а сколько думать? Полчаса читать, полчаса. Вот товарищ уже твердо решил полчаса читать, полчаса думал. Вы только сейчас решили или так и делаете? Конечно. Вот хорошо, видите? Он думает и не придумал даже тему своей статьи. Что вы думали тогда? Ну, думайте дальше. Хорошо. Вот такая у нас картина. Отсюда само деление по тому, какое положение в производстве у людей, очень важное. Потому что это зависит от интереса, от интереса зависит действие, а от действий зависит изменение всей жизни. Вот почему в основе деления на классы лежит положение в производстве. То есть на классы делятся люди по положению в производстве. Вот основа деления на классы. Если есть различия в производстве, это различия классовые. А если есть некое исходство, то есть положение, это значит единство. Положение, значит, эти люди принадлежат к одному и тому же классу. Ну, а что такое положение в производстве? Можно это развернуть? Вот в развернутом виде это написано у Ленина в работе «Великий Пачин», где он говорит, что классы – это такие большие группы людей. Большие. Не те, которые у метро стоят группы. Там три человека, пять человек, семь человек. Там все время какие-то группы стоят. Это не это имеется в виду. Большие группы людей. А что значит большие? Сравнимые с размерами общества. Третье общество, половина общества, ну, десятая часть общества. То есть вот такие большие группы. Большие не в том смысле, что мне показалось это большими, а другое мне показалось, что большие в смысле сравнения с обществом в целом. Большие группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства. Это, скажем, или в городе идет производство, или в деревне. Это важно? Очень важно. Второе. По отношению к средствам производства, большей части закрепленному и оформленному в законах. Но не обязательно. Собственность может быть оформлена, а может не оформлена. Но она есть. Поэтому по отношению к средствам производства. Ходячая... Первое поместо в исторически определенной системе общественного производства. В исторически определенной. Она складывалась годами. Это система общественного производства. И вот сложилось сельскохозяйственное производство и промышленно-городское. В городе одни работают или хозяйствуют, а другие работают в деревне. Это первый признак. А второй – это отношение к средствам производства. Самая распространенная ошибка, которую я наблюдаю постоянно. Люди выступают и говорят – отношение к собственности. Причем тут не к собственности отношение. А отношение к средствам производства. Имеется в виду собственность не к собственности, не к средствам производства. Не к собственности, а к объектам собственности. Средства производства и не к любым объектам собственности. Отношение именно к таким объектам, которые являются средствами производства. Есть у вас средства производства или нет? Какие вы знаете средства производства? Лука, ботенда. А? Смерть, ботенда. А что? А живые знаете средства производства? Люди. Люди средства производства? Для вас люди средства производства. Быки, лошадки. Лошадка, понятно. А значит, люди, конечно, вы махнули. Человек есть главная производительная сила всего человечества. Главный работник, трудящийся. А вот он обладает... Что такое средство? Средство – это средний член. Есть человек, есть природа. Вот человек между собой и природой ставит какой-то объект природы, средний член. И вот этот средний член становится средством производства, которое ведет человек. Поэтому человек – это человек, который ведет материальное производство, занимается трудом, который есть целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. И вот таким средним членом является какой-то элемент природы, переделанный, обработанный человеком. Поэтому средства производства не просто находятся в природе, как было в первобытном общинном обществе, они изготавливаются. И вот по тому, кто имеет средства производства, а кто не имеет, очень сильно различаются люди. А дальше идет размер, роль в общественной организации труда. Одни подчиняются, другие исполняют. Директор завода, он руководит, так, или начальник цеха, или бригадир, или начальник смены, начальник участка. А есть исполнители, как правило, рабочие исполнители. Их дело исполнять бесчисленные указания, которые идут из системы управления. А дальше еще два признака. Размер и способ получения той доли общественного богатства, которой люди располагают. Размер и способ получения той доли общественного богатства, которой люди располагают. То есть, допустим, я мастер, я получаю премию за экономию зарплаты. А вы рабочие, вы получаете зарплату. Чем меньше я вам заплачу, тем больше я получу. То есть, тут есть противоречия и на этой почве. Разные способы получения материальных благ, которыми люди располагают. Вот по всем этим признакам разделяется общество на классы. Сколько классов в современном обществе? Сколько классов в России? Скажи, пожалуйста. Чем наверное? А не наверняка? Я предполагаю, я не знаю точно, мне кажется, как три. Высше, если и не низше. То есть, это у вас скажемость, видимость, предположение. А знания есть у вас? Вот я предполагаю, что солнце квадратное. Это как? Могу я предполагать? Если у вас сознания, то классов можно уделить, пожалуй, несколько больше. Ну, например, синие воротнички, белые воротнички. Это классы? Как будто я одел белые воротнички, а потом пришел в синей рубашке и стал. И там отношение к средствам производства. Отношение к средствам производства меняется от этого? Да. Какое? Так это отношение по роли в общественной организации труда? Да, нет. Одни исполняют, вот эти синие воротнички, они выполняют функцию давать указания. А непосредственно исполняют люди, которые исполняют эти указания, они не синие воротнички. Им приходится иметь дело с металлом, с маслом, который, естественно, охлаждает этот металл при обработке. И поэтому никак у них синие воротнички не удержатся. У них будут черные руки и черные воротнички. А потом им придется мыться после работы и до работы, переодеваться в рабочую одежду обязательно. В отличие от, скажем, нашего брата, профессоров, который рот закрыл, и рабочее место убрано. Тем самым проблем никакой с уборкой рабочего места нет. Так, ну вот для того, чтобы это все работало, это определение, надо еще четко знать, что такое производство. Кто-нибудь, мы уже на эту тему говорили, может быть, кто-нибудь воспроизведет понятие производства. Что такое производство? Вот, вы это и читаете, и думаете. Вот, когда думаете вы хоть. И читаете, запоминаете, что такое производство? Нет? О чем вы думаете тогда? О том, что читаем. А? О том, о чем мы читаем. А о чем вы читаете? Про производство, пока что. Не читали? Не читали. Про производство, понятно. А курс у нас называется «Социально будущее», который буду я читать вам. «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования». Но это будет на третьем курсе. А пока вот мы говорим о тех определениях, которые касаются чего? Основы общества. И производство материальных благ – это основа общества. И поэтому первое, что нужно знать в философии материалистической, что такое материальное производство. Потому что от материального производства зависит все остальное. И от положения в этом, по отношению к этому материальному производству. Значит, производство определяется так. Производство есть процесс присвоения. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Это понятие общественного производства. Конечно, тут форма производства общественная входит в это понятие. Мы знаем, что бывает капиталистическое производство, феодальное, рабовладельческое, первобытное общинное или коммунистическое. Вот, собственно, и все формы производства. Какие исторически возможны. Или бывает производство основанное на общественной собственности, или производство основанное на частной собственности. Таких всего два. Две исторически возможные формы, если еще больше обобщить. И больше вариантов нет. Если это средства производства принадлежат не всему обществу, а некоторым людям, даже, допустим, 90%, или 95% принадлежат, а 5% не принадлежат, значит, это не общественная собственность, это частная собственность этих 95%. Даже 99%. То есть для того, чтобы собственность была общественной, надо, чтобы средства производства принадлежали к всему обществу. А в чем это выражается? Выражается это не в том, что они руками держатся за эти средства производства, а в том, что эти средства производства используются в их экономических интересах. Вот если я что-то делаю в ваших интересах, это ваша собственность. А если я в своих других интересах, это моя собственность. Если производственный процесс так организован, что он идет в интересах всех членов общества, значит, собственность общественная. А если он идет в интересах каких-то групп отдельных, то значит, собственность частная. Ну вот у нас это на примере нынешней экономической системы, которая есть в России, очень хорошо видно. Значит, за выстекшие три года доходы граждан реальные сократились и составили в отношении к уровню 2013 года 90,5%. Это реальные доходы граждан. В то же время за один лишь 16-й год число долларовых миллионеров выросло на 10%, а число долларовых миллиардеров выросло на 11%. Ну вот и пришли новые данные за 2017 год. В 2017 году число людей, которые имеют в своих руках, располагают суммой 500 миллионов долларов, выросло на 22%. Так что мы не можем сказать, что экономика вообще плохая. Кому плоха, а кому очень даже и хороша. Единственное, что вот наш, так сказать, правящий буржуазный класс сейчас в каком-то замешательстве, он поотправлял туда на Запад свои средства, возможно, их арестуют и туда, то есть как бы их не конфискуют, а просто не будут выдавать то, что попало в те банки. А значит, банки их-то используют, дают кредит другим, получают свою прибыль, а эти сидят и довольны тем, что это их собственность, но получить они ее не могут и использовать не могут. А здесь, как вы знаете, тех, кто кодерульничает, в том числе и из числа правящего класса, но их регулярно сажают в тюрьму. И этим занимается Следственный комитет очень активно. Так что мы и это наблюдаем. Поэтому вот беда, как тяжело быть сегодня капиталистом в России. С одной стороны, денег наберешь, а потом посадить могут или забрать. Не свои, так чужие, не чужие, так свои. Убить могут. Вот сейчас, например, профессиональные убийцы, если они увидят студента или преподавателя, профессора, они отворачиваются, идут мимо, они знают, что там не поживишься. Надо смотреть, у кого металлические двери, решетки на окнах, чтобы были тарелки спутниковые обязательно. Вот туда можно присматриваться к этим квартирам. Вот так никого это не интересует. И потом профессиональные убийцы, они сначала выясняются, а есть ли расчетный счет, вот, а сколько на счетах денег, а есть ли недвижимость, какая недвижимость и так далее. То есть действуют как профессионалы. Поэтому мы вот с вами здесь присутствующим предметом интереса этих лиц не являемся. А люди, которые имеют большие капиталы, являются предметом интереса. Поэтому давайте выразим им сожаление в связи с тем, какая у них тяжелая, рискованная жизнь. Вот такая картина. Значит, производство мы с вами записывали. Это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так, мы уже однажды с вами записывали, что такое производство, правда? Разбирали. Когда говорили об общественном бытии, что это производство материальных благ. Но вот надо здесь все слова понимать. Что такое производство, то есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Сейчас мы проверим, понимаем ли мы слова, из которых состоит это определение. Процесс. Что такое процесс? Движение. Движение. Процесс это движение, все, согласен. А почему, вот что именно выражается словом процесс? Преобразование. Ну, преобразование тоже. И изменения, и преобразования не сильно отличаются. Значит, когда говорят процесс, имеет в виду не просто абстрактные изменения, имеет в виду изменения во времени. Во времени. Здесь процесс, здесь подчеркивается время. Процесс. Присвоение. Что такое присвоение, кто знает? Ну, это приобретение населения путем собственности, которая до этого пренебрировала. То есть, чтобы я узнал такую простую категорию, как присвоение, я должен узнать такую сложную категорию, как собственность. Рассказать вам, что такое самокат? Давайте. Вот берем машину Lexus, снимаем это все, вот эта крыша не нужна, это все выбрасываем. Потом, значит, сразу половину разрезаем, зачем он? Четыре колеса, два колеса оставляем. Естественно, мотор не нужен, он утяжеляет. Так, такой круглый руль тоже нам, зачем нам такой тяжелый все сделаем, руль рогулькой. Вот. Площадку, на которую наступать ногой, оставляем. Трубой выбрасываем глушитель, до которой все утяжеляет. И потом толкаемся ногой, едем. Это самокат. Как надо определять? Сложное через простое, или простое через сложное? Сложное через простое. Сложное через простое. Поэтому вот ваше определение не удовлетворительное, поскольку содержит в нем самом то, что сложнее, чем то, что определять. Присвоение, что такое? Что бы у вас присвоить? Давайте я у вас присвою телефон. Ну, присвоение это отбирание ресурсов. А? Отбирание ресурсов. Отбирание ресурсов. Я вот у него не отбираю, я просто вот ему предлагаю. Разве я отбираю? А он мне может и дать. Почему это обязательно отбирание? Давайте покажем, что вы мне можете отдать. Посмотрите. Вот я разве отбираю этот ресурс? Да. Нет. А вы отбираете ресурс как целого красного заказа, как и с ним статусом? Я не отбираю, потому что мне он добровольно вот дал посмотреть. Я даже звонить не собираюсь. Еще вы взяли, что я вот. Но видите, что он у меня в руках? Видите? Да. И я могу метнуть в тех, кто не знает определение присвоения. Ну, видите, да? Они погибаются. И даже он, конечно, страдает за свой телефон, но если он по такой цели попадет в тех, кто не знает, он же страдание за науку как бы пошло. Так сейчас вот есть такое определение, которое надо запомнить на всю жизнь. Присвоение, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Это сейчас в процессе чьей жизнедеятельности находится вот этот телефон? Его или моей? Это вы тут с тяжелой артиллерии собственность. Собственность его, не волнуйтесь. А кто владелец? Владение, знаете, чем отличается от собственности? Владение – это фактическое господство над вещами. Кто сейчас фактически вот форточку после открытия, я метну туда. Он не успеет даже и чего-то сделать. Он потом может писать всякие жалобы, требовать и так далее. Хотя мы с ним договорились. Он знает, что я ничего плохого особенно не нанесу никакого вреда. или предполагает, по крайней мере. Но владелец кто сейчас этой вот штучки? Владелец. Кто фактически господствует на ней? Я. А собственник? Он. А он может распоряжаться. Вот я его попросил, он мне дал. Он мог дать, мог не дать. А вы сразу, что вот, я отобрал, отберу. Ничего подобного. У нас с ним нормальные отношения. Я его попросил, он мне дал. Видите, что надо для разъяснения того, что такое присвоение. Ну, что делать как-то? Людям надо объяснять. Будешь на чем-то несерьезном разъяснять, не поймут. А на серьезном, на телефоне, он все-таки денег стоит. Тут как-то оно лучше усваивается. То есть, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот что такое присвоение. Если бы это был кусок булки, я бы взял в руки, это я превращаю в процесс своей жизнедеятельности. Если откусил, то уже пошло не присвоение, а усвоение. Так, я снова передаю обратно хозяину. И вот теперь вот этот он находится, он является снова предметом его жизнедеятельности. То есть, присвоен снова. то есть, превращение в предмет. Надо понимать, что собственность ведь не всегда была, она же появляется. Ну, как вы себе представляете, приехали из Европы в Америку осваивать новый мир открытый европейцы. Что они сделали? Они приехали оборуженными так сказать, современным для того времени оружием, первым делом они стали убивать местных жителей, индейцев. Правильно, для того, чтобы создать подлинную демократию. Что нужно было сначала сделать? Поубивать индейцев. Они немножко их оставили, чтобы показывать, что здесь вот аборигены есть. Они тут жили в Америке. Их там уже даже не скажут, что это нация. есть некоторое количество индейцев, которых не оставили на развод. Белые люди, которые пришли, принесли цивилизацию. Второе, что они стали делать? Второе, они стали, они уже от индейцев освободили площади, начали между собой распределять. А как распределять? Вот вместо телефона у них кольт был у каждого. Огородили свою площадь. Кто зайдет ко мне на площадку, застаю кольт и все убиваю. Да, вот так именно, как вы показывали. Все. Кто хочет еще зайти ко мне на площадку? Больше желающих нету. Один остался. Эта площадка просто молодая вызвала. А, вот он и не хочет. Почему вы решили, что она мала? И она у меня 100 гектаров. Но вы же побывали все остальные. Да, обязательно. А как вы думали? И вот они с того времени американцы все и ходят с кольтами. У них же сейчас ношение оружия это, так сказать, некая традиция. Хотя не все, конечно, вооружены там, но большинство вооружено. Время от времени там такие бывают вспышки, когда возьмут 30-40 автоматов и начинают стрелять по людям, которые собрались на какой-нибудь фестиваль или праздник, как в прошлом году. 107 из человека один убил. Ну, что делать? И такова история. Потом нужно же это обрабатывать эту землю. А иначе как она? Если не будешь ее обрабатывать, это значит, она не будет предмет твоей жизнедеятельности. Правильно? Ну, как белые люди, которые приехали, они решили сами обрабатывать или найти, кто будет обрабатывать? Они стали закупать. рабов себе. То есть возродили рабство и культурные англичане стали привозить им из Африки на продажу рабов. И выручали деньги, на вырученные деньги покупали себе то, что надо и то, что надо для того, чтобы скупать рабов у племен негридянских, африканских и потом отправлять на баржи и туда на продажу этим самым белым людям, основателям американской демократии. Там настоящая демократия, в отличие от нас. Почему? Потому что настоящая демократия была в Бреции, в Риме, то есть она основана была на чем? На рабовладении. Правильно? Вот в Америке настоящая демократия, она тоже основана на рабовладении. А у нас еще в 1861 году уже отменили крепостное право. А в Америке рабовладение еще не отменили к этому времени, когда уже крепостное право тут было собрали. Вот они к нам приезжают и учат нас демократии после этого. Значит, рабы работали, рабы все что-нибудь присваивали? Нет. Когда им дадут, они даже кусок хлеба, который им давали, он находился в собственности, пока он и не проглотит его. То есть когда усваивать могут, а присваивать нет. То есть вы как бы чужое едите, если вы являетесь рабом, правда? Собственность хозяина. Ну, пойдем дальше. Значит, процесс присвоения предметов природы. Все знают, что такое предметы природы, да? У нас тут есть, вот здесь у нас предметы природы в этом помещении? Дерево. А? Дерево, которое было так, если есть. Есть или нет? Есть. Они уже преобразованные какие-то ну и что? Вы тоже преобразованный человек все время. Даже образование это и есть преобразование. И что, вы от этого не человек, что ли? человек. Но преобразованная природа так и называется, а человечная природа. Что у нас вот это вот, что это такое? Сталь. Сталь из чего делается? Железочек. Еще? Из фанеры? Нет. Из чего? Из чего делается сталь? Как закалялась сталь, вы знаете, а вот из чего делается? Я могу ошибаться, но, по-моему, это все-таки смесь железа и чугуна. Из чего делается? А чугун из чего делается? Я отлично на первый вопрос, а другой на этот сейчас. Вот, видите, как он? Молодец. Ничего не возразишь. Кто на более сложный вопрос? Он взял себе легкий, а сложный оставил с товарищем. Молодец. Кто на более сложный вопрос? Видите, а чугун-то еще делает? Тоже с чем-то сплавляет, наверное, железо. Какое железо? В каком виде? Сминец. Железо в каком виде-то? Не знаю. Ну, и что делает чугун? Ну, делают его в доменных печах, наверное, видели, да, такие большие, огромные доменные печи. Ну, и из чего же делает железо. проблема. Железо. Железо еще делают? прохим будут? Железо железные руды. Да, с рудой. руду добывают. Мне говорили, что делают железо и железные руды. Не слышали такое? Руда. А? Вы сказали? А что так скромно? Так в науке ничего вы не дойдете, ни до каких вершин, добьют. Если вы истинно надо отстаивать решительно. Шумят даже те, которые не знают, а вы, которые знают, молчите. Добро должно быть с кулаками? Как вы считаете? Нет. Как нет? Все, кто хотят проводить зло, считают, что нет. Мы должны быть с кулаками, а добро должно быть без кулаков. так. Ну хорошо. А руда берется в природе, правильно? Прямо в природе копают. Идете, вы видите ржавая вода. Видели, по лесу идете, там где-то болото, о чем это говорит? Ну там есть руда. Может быть в малой, не такой для промышленной разработки. ну есть. А как можно, чтобы плавить руду, нужна очень высокая температура. Вот если вы будете подкладывать в дом иную печь, дрова будет у вас, получится, у вас чугун, не получится. А что надо подкладывать? Уголь не получится. Не получится уголь. Уголь не дает такой температуры, которая еще раз. То, что кокс. А кокс делают из чего? Ну кокс в природе не встречается так просто, Кокс делают из чего? Кокс делают из угля каменного. А каменный уголь что ни на есть природный материал, правильно? Это что такое? Это растительные остатки, которые пролежали тысячи, может быть, миллионы лет в земле и превратились вот в такое черное образование, в котором тьма всяких химических соединений, и существуют коксовые батареи, куда загружают этот уголь и нагревают при высокой температуре. И все, так сказать, все летучие вещества выходят и остается такой пористый материал. Легкие коксовые такие куски. Легкие. И вот кокс уже является топливом для доминых печей. А вот уже из чугуна делают сталь. Хотя все это, можно сказать, железо, 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 все это железо. И все это природное вещество. Ах, сталь бывает хромированная, легированная, закаленная, незакаленная, мягкая, самые разные. А чтобы получился из чугуна сталь, нам же еще один природный элемент добавить обязательно в расплавленный чугун. А что? Углерод. Углерод. Вот. Учитесь, как люди знают, углерод. Углеродистая сталь, да, вот такая очень прочная, твердая и так далее. Ну, короче говоря, тут есть что-нибудь кроме оселовеченной природы. Если что-нибудь есть такое, что не являлось быть человечной природой, нет ничего. Я вас поздравляю, что мы с вами сидим на природе, поэтому все ваши попытки вырваться на свободу и гулять по саду пресекаются, поскольку, я скажу, вы и так на природе, чего вам еще надо. У вас и рубашка из природного материала сделана. Это из чего у вас брюки сделаны, не знаете? из тканей. Да ясно, что из ткани. Из ткани это ткут когда, то есть это уже не материал, а нитки-то какие еще сделаны. Чего? Вам вообще гулять не надо, у вас все природа даже одета, брюки одеты, все природные. Так из чего они сделаны, брюки? Не знаете? А что, не знаете, джинсы из чего делают? Из тканей. Из чего? Из тканей. Из чего? Из тканей. Я не понял, из чего? Это неинус. М? Из тканей. Такое интересное слово не знаю. Из хлопка это делается. Хлопчатые бумажные они, а хлопок растет, просто растет к себе. и получаются вот такие хлопковые коробочки такие. Потом из этих коробочек достают что достают? Вату. Вату видели? Ватные у вас штаны. Потому что и вата это и есть вот прямо непосредственный хлопок, который прямо собрали с полей. Но под ватными штанами понимают другое. Когда действительно берут стекланные брюки и туда закладывают вату непереработанную. А это вата, которая что? Что сначала чтобы получить нить? Что нужно делать с хлопком? Обработать. Ну как обработать? Как называть это? Прясть. Прясти, да. Прядение, да. Прядение. Есть предельные машины с воздухом придут. Ну а потом может ткани ткут. И вот все это производство. Процесс присвоения предметов природы. Дошли мы до предметов природы. В рамках определенной формы общества. Форму общества мы с вами тоже проходили, изучали. И посредством нее. Вот в связи с этим вопрос у меня. Сейчас производство зерна идет на полях российских. Сейчас вот когда мы тут сидим занимаемся. Идет производство зерно? Что значит идет наверное или не наверное что значит на юге? Почему на юге? Ну где сейчас сеять как-то это же появилось никакого сева то еще не было не рассказывать. Какой может быть сев? Только тает снег на полях. Какой сев? А почему уже давно на людей складали там клубнику из Израиля из Израиля клубнику это привезли. Я спрашиваю зерно на полях нашей страны на всех полях нашей страны. А вы не уточняли что на всех вы сказали просто в России а в России это что-нибудь растяжение соответственно на юге может а вы под Россией и юг только понимаете что ли? Я-то нормально понимаю Россию как всю страну а вы понимаете Россию только как теплые такие места куда вы едете погреться и подзагорать понятно с вами все я в России есть территории на которых никогда не идет производство зерна допустим какой-нибудь полуостров Таймир ну хорошо давайте мы далеко не ходить в Ленинградскую область возьмем в Ленинградской области идет производство зерна не идет ну идет сейчас сейчас а вы какие в латентной стадии он идет в латентной стадии планирует где-то планирует скажите просто когда когда сеют зерно что у вас познание ваше каковое об этом когда сеют зерно когда сев проходит когда когда снигери прилетают снигери улетали или когда улетали вот ли человек знает что есть а зима и культура зима и культуру когда север до зимы или после зимы да ну учитесь вот что за народ не знает таких вещей а зима и культуры значит сейчас они а зима и культура растут растут производство идет а зимах ну чё другие сомнения могут юг юг все прилетают красиво летают врачи все тут грачи про зерно говорим а зима и имеет больше урожай чем яровые ну чё хорошее чё тут непонятно а зимы уже растут а вы когда яровые собираетесь сей смотря где вот здесь у нас в ленинградской области а это не россия вот это вообще у меня то россии только юг кто выкинулся ленинградской области из россии у нас между прочим очень сильное тут животноводство и очень сильное у нас коровы дают по 7 тысяч килограмм молока а думаете что вам водку давать будут коровы или сыр прямо будет вываливаться а у между рогов он лежал а потом вываливается так урожай больше азимах или яровых ну вот скажу вот так когда азимы и сколько уже растут азимы они прежде чем нас снег найдет пойдет уже вот такие не видели никогда очень красивые изумрудные поля такие зеленые ровно красивые красивые такие потом снег пойдет под снегом они растут или нет корневая система улучшается значит их закаляются эти азимы и вот сейчас пока еще только некоторые товарищи думают когда как посеять яровые потому что не выход на полях сейчас невозможно выходе никакая техника ничего не может посеять по той простой причине что застрянет она сейчас в полях и долго будет ждать пока вода уйдет а для растения надо ждать что вода ушла или наоборот надо чтобы эта вода пошла в растение в рост вот азимы сейчас идут в рост то время как яровые мы никак посеять не можем поэтому конечно урожая зимах намного больше чем первых вообще сама мысль что весной вдруг сажают сеют какие-нибудь зерна черновые очень странные но вы видели конечно в обычной в природе били цветы они когда не семена своих все их обычные дикие цветы или дикие зерна какие-то сам трава осенью потом они эти самые семена перезимуют и потом растут другое дело что вот азимы и они не только не перемизовывают не просто зимуют а сначала вырастают вот скажем до такого размера хорошо так вот производство идет а труд в это время совершается когда растут азимы и зимой совершается труд на полях нет поэтому труд и производство это разные категории труд конечно нужен для того чтобы посеять а потом чтобы убрать больше не касается руки человека этих самых азимах и яровых тоже не касается посеять потом убрать и длительный период проходит только для азимах очень большой по сравнению с яровыми и яровых меньше когда руки человеческие не касается а труд что такое это я производство еще мы еще изучаем процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредствами общество этим занимается тем чтобы организовать посеять организовать уборку подготовить горюче смазочные материалы там обеспокоены в правительстве чтобы никто цены не повысил иначе не уберут когда начнется уборка не хватит денег а труд что такое уже говорили сегодня не надо простые категории через сложные определять был был такой разговор рассказать вам как мерседес из мерседеса сделать самокат уже знаете ну вот я про лексус рассказал но разница небольшая еще труд через производство вы хотите что такое труд некоторые сразу убегают когда предлагают ответ она пошла консультироваться там у нее наемные есть учителя а деятельность конечно любая то есть если я взял топор и убил человека это значит труд трудно было все такой труд и любая деятельность труд вот в карте сидят играют это деятельность это определенная когда в карте сидят и играют на деньги и деньги главным могут прийти кому к тому кто выиграет как в нашей экономике у одних уходят деньги а другим приходят деньги вот и деятельность не хотите играть на карту идите вот пожалуйста у нас есть уже в отдельные специальные места игровые автоматы свезли игровые зоны и сидите наберите денег и там проигрывать а можете выиграть а можете не выиграть так что такой труд но от робинзон и круза робинзон круза и пятница попали на необитаемый остров производство они соорганизовали там или это просто трудились производство это процесс присвоения природы в рамках определенной формы общества какое общество там два человека было всего на острове какое общество а трудились они не трудились бы умерли давно они не умерли потому что трудились еще они знали что такое труд поэтому и выжили вы знаете что без труда не не вытащишь рыбку из пруда а что такое труд осталось выяснить значит вот это вот сложно трудность такая она бывает она и философии такая трудно все простые категории именно из-за своей простоты они не усвоены труд этот целесообразная деятельность по созданию материальных благ а вы как понимали труд это целесообразная деятельность по созданию материальных благ а маркс дал красивые определения этого труда а красивые сейчас я вам дам и красивые значит труд ну вот мы записали да целесообразная деятельность по по созданию материальных благ мысли материальные блага значит имеется ввиду что для людей делаются правда потому что вы не будете называть благом какие-то материальные объекты если не имеете ввиду для кого эти блага они блага для людей вы него не любые предметы являются благами только те которые для людей при но людям приносит какую-то пользу является потребительными стоимостями а вот маркс такое давал определение труда труд это обмен веществ между человеком природой ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовольствия своих потребностей труд есть обмена веществ между человеком природы ходе которого или процесс можно сказать процесс обмена веществ между человеком природой ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовольствия своих потребностей ну вот теперь мы с вами знаем что такое труд что такое производство и что такое положение в производстве значит люди находясь производстве а все люди находятся в производстве если скажем они только потребляют значит они находятся в процессе потребления производимых благ тоже находится в производстве но как потребители допустим пенсионеры дети студенты поскольку человек не может существовать без потребления материальных благ значит он то или иной каким каким то образом входит процесс производства хотя бы как потребитель вот здесь вот в этой аудитории сейчас не находится ни один человек нет ни одного человека который производит материальные блага а зато находятся все кто находится все потребляет материальные блага и преподаватели не производят материальные блага они могут рассказать как их производят но сами то не производят материальные блага поэтому они находятся в процессе труда в политико-экономическом смысле ну вот теперь мы пять таких признаков классов с вами записали и можем сказать что даже вот переход к коммунизм в первой фазе к социализму он не дает еще полного уничтожения классов правильно почему потому что остается различие между городом и дерев то есть это увидим и вообще есть на организации а то этоHAM и по местам исторически определенной системе общественного производства правильно останется различия пароли в общественной а организации труда одни управляет другие подчиняются в дни начальникят другие подчиненный остается различия по размерам из пос bob、 лучше получения и тот и доля общественного богатства которые они Поэтому переход к общественной собственности на средства производства ликвидирует только эксплуататорский класс и все. Он тем самым ликвидирует классовый антагонизм. Нет противоположных классов или классов, противоположных по своим интересам. Но полностью уничтожение классов, установление общественной собственности еще не дает. Поэтому это длительный процесс преодоления других классовых различий, в том числе различий между городом и деревней, людьми физическими, людьми умственного труда. Ну вот мне приходится иметь дело с некоторыми товарищами, которые далекими являются от науки, которые не понимают, что есть такие вещи, такие задачи, решения которых может потребовать и 100, и 200, и 300 лет. Потому что, скажем, никто из серьезных людей вам не скажет, а когда будут полностью уничтожены классы. Нет ни одной страны в мире сейчас, в которой бы полностью классы были уничтожены. Хотя есть одна страна, в которой есть общественная собственность на средства производства. Это КНДР. И что там полностью классы уничтожены? Нет. Там есть вот все те различия, остальные, о которых мы говорили. Различия по месту в исторической определенной системе общественного производства. Одни работают в городе, другие работают в деревне. По роли в общественной организации труда, по размерам и способам получения, то есть доли общественного богатства, которое они располагают. И это дело очень долгое преодоление классовых различий или полное уничтожение классов. Вот когда Ленин рассматривал вопрос об исторических границах диктатуры пролетариата, поскольку каждое государство – это диктатура какого-нибудь класса, он говорил, что пока классы полностью уничтожены, государство этого периода будет государством диктатуры рабочего класса. Это с одной стороны. А с другой стороны были такие знатоки теории, которые значительно раньше вас родились и значительно раньше вас обучались. Я имею в виду делегатов 22-го съезда КПСС, которые по докладу Центрального комитета, с которым выступил Никита Хрущев, записали в программу и в решение съезда, что классовая борьба прекратилась, что диктатура пролетариата уже не нужна. И с этого, можно сказать, момента началось разрушение социализма Советского Союза, которое привело вот к той ситуации, которая у нас сейчас есть, когда у нас вместо страны, в которой было 300 миллионов человек, и которая была на одном из первых мест по всем основным показателям, мы оказались страной, в которой, скажем, объем ВВП в 10 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А были мы на втором месте. А по производительности труда Советский Союз был на третьем месте. На первом месте были Соединенные Штаты Америки, на втором – Франция, на третьем – СССР. А сейчас про производительность труда и вообще разговора нет, и таких данных трудно найти. Какая же у нас производительность труда? Иногда просто публикуют что-нибудь про роботы, чтобы прикрыть то обстоятельство, что у нас разрушено машиностроение в значительной мере, и станкостроение особенно. Только-только сейчас начинается возрождение отечественного станкостроения. Есть такое объединение «Стан», которое поддерживает Министерство промышленности и торговли, и, может быть, производство развернется из своих станков. Тем более, что с Запада нам никаких станков не дают и не продают. Вот такая с этим получается картина. То есть классы – это очень важная категория. Почему? Потому что в зависимости от того, в каком состоянии находится классовое деление общества и какой класс находится у власти, а в зависимости от этого можно говорить о том, какой общественно-экономический строй находится в данной стране. Значит, отсюда ясно, что после первобытно-общинного коммунизма, которое было бесклассовым обществом, появились классовые общества, и классовыми обществами являются рабовладение, феодализм и капитализм. А что касается коммунизма, даже в первой фазе, это такое бесклассовое общество, в котором деление на классы полностью еще не преодолено. То есть вот характерное противоречие социализма, которое товарищи решили, так сказать, преодолеть не в жизни, а на бумаге. Ну и получилась вот такая ерунда. Решили, что вам надо пожить в настоящем классовом обществе, а не в таком бесклассовом обществе, в котором классы еще не определены, в котором я, например, находился до 1961 года. Но находился я недолго. Мне в 1961 году было 16 лет. Я был моложе вас, да? Ну вот и решили, что надо новому поколению заново пройти эту школу классов и классовой борьбы. И там, сказать, бросили вас в море, в океан. Ну, вот, в зависимости от того, как понимаются классы и от классов, зависят, соответственно, такие категории, мы их будем рассматривать как государство. Это вот следующая у нас тема, которая будет через неделю. Потом у нас будет политика. Соответственно, идеология. Все вот эти категории, они требуют классового анализа. И они не являются бесклассовыми, просто бессмысленными. И мораль тоже является классовой. И идеология, и мораль, и право является, конечно, классовой. Но у нас вот будет в нашем курсе рассмотрение таких категорий, которые классовыми не являются. Культура, например, нации и цивилизации. Так что мы вот эти рассмотрим вопросы. А впереди как раз рассмотрение таких понятий, которые являются, по сути дела, классовыми. Какие есть ко мне вопросы? Нету, тогда на сегодня мы заканчиваем. Мы уже знаем, из чего делают сталь. И знаем, как растут азимы. Как выращают азимы. Да, и что их больше, чем. Можно сказать, уже мы устали. Все должны устать от этого. Очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!